Такая приятная, и тема проповеди сегодня – наслаждаться – это хорошо. Ну вот с кем? Такая интригующая тема. На современном языке кайфовать – это круто. Только вот от чего мы кайфуем? И с кем мы кайфуем? Из куго. Давайте я открою первое место. И мы рассмотрим этот вопрос. Давайте мы вместе откроем послание к евреям. 11 глава. С 24 по 26 стих. Прежде я немножко скажу о таком явлении, как гедонизм. Кто-нибудь слышал о гедонизме? У нас была довольно сильная кафедра философии в медицинском университете. Катедра на философия в нашей университете. И одна из тем была гедонизм. И едната от темите беше гедоизм. Это одна философская система. Хедоизм. Хедонизм. Одна философская система. Которая была развита одним из учеников Сократа. Която была развита от един от учениците на Сократ. Где-то в 4 веке до Рождества Христова. Някъде 4 век преди рождение на Христос. И эта философия гласит. И философия така казва. О том, что есть смысл жить только тогда. Има смысл да се живее само тогава. Когда у тебя есть наслаждение. Когда има те наслада. Когда есть чем наслаждаться. Когда има на какво да се наслаждавате. Ну, когда человек наслаждается, он живет. И когда у человека нечем наслаждаться, он не живет. И такая очень стройная система была построена о том, что хорошо жить наслаждаясь. И една многохубава система, която и говорила за това, че трябва да живеем наслаждавайки се. Есть, пить, веселиться. Да пием, да се веселим. И возникло целое направление. И возникло едно направление. И через какое-то время оно затихло. И след дня, как во время Малко отмина. Потом после Рождества Христова опять возникло. След Христова то Рождество отново возникло. И даже были христианские направления, которые поддерживали едонизм. И даже имало и христианские направления, които подкрепили едонизм. И вот сегодня я немного об этом. И днеште говоря за това. Хорошо ли наслаждение? Далее хубаво наслаждението. Я сразу скажу, что это очень круто. Это очень хорошо. И днеште кажа, че твое много хубаво, твое много добре. Наслаждаться это очень хорошо. Да ты наслаждай, а у меня много добре. Послание к евреям 11 глава. Послание к евреям 11 глава. С 24 стиха. Вот 24 стих. И смотрите. Здесь про наслаждение. Только немножко в таком отрицательном смысле. И только что пишет за наслаждение, это в Малко отрицательный смысл. Апостол пишет. Апостола пишет. Вера и Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фараоновой. На проекторе можете смотреть перевод на болгарский язык. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное, греховное, и что написано? Наслаждение. Временное, греховное, наслаждение. Кратко, временно, греха. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Можем сказать это аминь? Это Божье слово. И интересно, что про Моисея написано, что он поношение Христова. Хотя мы понимаем, что когда жил Моисей, Христа еще не было. Или был. И тук пишут, что Моисей был укрыт за Христа, вопреки, что тогда Христа его и не было. Но не все об этом знают. Но знали о том, что Христос вечен? Потому что он есть Слово Божие. А написано, что в начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И все через Слово начало быть, что начало быть. И без Слова ничего не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотью. И обитало среди нас полная благодать и истины. Аминь. И това и сущность на Иисус Христос. Поэтому, когда жил Моисей, уже было Христово поношение. Почему? Потому что все то, что соответствует Божьему Слову, оно преследуется дьяволом. Атакуется. И дьявол хочет это просто уничтожить. И дьявол просто иска да го уничтожи. Это есть поношение Христово. Твое укворо на Христос. Но вот это поношение, Моисей просто пренебрегал этим поношением. Моисей пренебрегал този уквор. Потому что он взирал на воздаяние. За что то и гледал в воздаяние. То есть, если ты будешь уповать на кого-то. То есть, ако уповаваш на някого. Если ты будешь уповать на Бога. Ако уповаваш на Господ. То обязательно будет и воздаяние. Аминь или не аминь. Даже если ты сегодня находишься в сильных гонениях. Даже ако днессе намерешь в сильных гонениях. И вот здесь написано о том, что есть греховное наслаждение. Мы понимаем, что это наслаждение от греха. И Слово Божие говорит о том, что оно временное. Оно как трава. Коя просто проходит. Посмотрел его уже нет. То есть, какой-то человек привык наслаждаться алкоголем. Кто-то наслаждается наркотиками. И смотришь на этого человека. И, ну, просто как будто бы как тень прошла. И гледаешь человека, и все равно някаква сянка минала. И если он вовремя не остановился, правда? И если он не нашел какое-то более лучшее наслаждение. У нас есть очень мощное свидетельство. И не имаме много мощного свидетельства. О том, что даже героиновые наркоманщики. И това, что даже хируиновые наркомани. Оставили страшные наркотики. Оставят страшные наркотики. От которого практически мало кто освобождается. От които много-малко хора се освобождало. Но эти люди оставили героин. Потому что действительно, реально, познали Господа Иисуса Христа. Вы знаете, как врачи, могу сказать, что это так называемая заместительная терапия. И като лекар, могу сказать, что это одна заместительная терапия. И если ты хочешь, чтобы человек освободился от какого-то допинга или наркотика. И ако искаш, человек, да се освободи от някой допинг или наркотик. Безполезно ли его освобождать, если ты ему не дашь чего-то лучше. Безполезно ли да го освобождаваш, ако не ему дадешь нечто по-добро. Какого-то еще большего наслаждения. Някакво по-голямо наслаждение. Потому что человек находится в зависимости. В химической, психологической и в духовной зависимости. И пока его не освободит, кто-то более сильный. Это будет держать его очень сильно. Пока не выхолощит его. И пока не заберет его душу. Ну, это так. И я сегодня, знаете, приведу такую основную мысль. И днес ще ви покажа една основная мысль. Наслаждаться это хорошо. Да се наслаждаваме и добре. Я хочу сказать о том, что даже вот сейчас мы прочтем такое место, когда Бог за то, чтобы мы радвались. И сега ще прочтем едно место, което пише, че Бог иска да се радваме. И Бог за то, чтобы мы наслаждались. И Бог иска да се наслаждаваме. Бог нас создал для этого. Бог за това не е создал. И вы знаете, для чего создан человек на самом деле изначально. И за такое е создаден изначально човека. Изначально человек был создан для того. Изначально и бил создан за това. Чтобы наслаждаться общением с кем? Только с Богом. Вы знаете, вот только для этого Бог создал человека. Создал для него Эдемский сад. Создал целую землю. Создал целую землю. И поместил туда человека. Я хочу сказать, в те времена, когда земля была создана, это была абсолютно сбалансированная, чистая экологическая система. Была оболочка вокруг Земли. Была вода, которая была над этой оболочкой, над твердью. Которая отделяла воду, которая над твердью, от воды, которая под твердью. Так говорит Божье Слово. Солнечные лучи равномерно распределяли по всему лику Земли. И был абсолютный баланс. Не было весны, не было осени. Не было зимы, не было лета. Экология и вода, воздух были настолько чисты. Насыщенные кислородом. И человек в этой системе предназначен был для вечной жизни. И даже когда вот эта система была разрушена. Когда человек согрешил. И когда человек был изгнан из Эдемского сада. И когда человек был изгонен от Эдемската градина. Средняя продолжительность жизни человека составляла. Средняя продолжительность на живота на человека и составила. Что-то около 900 лет. Нечто около 900 лет. Сегодня нам в это трудно поверить. И днес и сложно да поверваме. Что люди жили почти тысячи лет. Но я хочу сказать, это произошло только тогда, когда человек вышел из Эдемского сада. Если бы человек остался в Эдемском саду. Он бы жил сколько? Жил бы там вечно. И самое главное. Он жил бы там, наслаждаясь. Наслаждаясь общением с Самым Великим. Наслаждавайкись на общение со Снай Великим. Со Своим Творцом. Своим Творец. И давайте мы об этом прочитаем. Нека прочитаем за това. Это написано Пророк Исаия. Пророк Исаия. 61 глава. 61 глава. С 6 стиха. От 6 стиха. Бог что-то восстанавливает во Христе Иисусе. И об этом дано пророчество у самого Великого Пророка. И мы уже читаем. Прозлашение Господа Бога. Это то, что Бог хочет. Это то, что Бог желает для себя. Это то, что Господь хочет вложить в твое сердце прямо сейчас. И Бог говорит. А вы будете называться священниками Господа. Служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славой их. За посоромление вам будет вдвое. За поношение они будут радоваться своей доли. Потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. Слышите? Веселье вечное будет у нас. Скажи у меня. У нас веселье вечное. Радость. Совершенная радость. Ибо я, Господь, люблю правосудие. Ненавижу грабительство с насилием. И воздам награду им поистине. И завет какой? Вечный. Поставлю с ними. И будет известно международное семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем. Ибо Он облег меня в ризы спасения. Одежду правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил чем? Убранством. То есть, как невесту одел свадебное платье. Украшение на невесте сегодня. Это дары Святого Духа. И самое главное, наполнил сердце невесты плодом Святого Духа, который есть любовь, радость, благость, милосердие, кроткость, воздержание. Скажи на это Аминь. Бог хочет, чтобы мы радовались. Вот мы узнали только что об этом. Бог желает, чтобы мы радовались. Бог желает, чтобы мы наслаждались. Бог желает и не да се наслаждаваме. И вы знаете, сейчас я открою одно уникальное место. Оно написано в первом послании Тимофея. Шестая глава. Семнадцатого стиха. Апостол Павел пишет Тимофею. Богатых в настоящем веке увещевая, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живого, дающего нам. Все обильно. Для чего? Да все наслаждаваме на белгарский язык. На русском языке написано для наслаждения. Скажи, для наслаждения. Что Иисус хочет? Какой иск Иисус? Что Бог нам дал? Какого не дал Бога? Что Бог дал лично мне? Какого я дал Господь лично на мен? Все. Всичко. Как? Обильно. Убил ну. Для чего? За какво? Для наслаждения. За наслаждение. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Вот это теория геноизма вот в этом плане мне очень нравится. И вы знаете, мы должны очень четко отделять. Наслаждение наслаждению Розен. Аминь. И вы знаете, я приведу простую мысль. Можно радоваться, как выясняется, можно радоваться без Бога. Можно наслаждаться без Бога. Можно наслаждаться без Бога. Но это наслаждение будет временным и греховным. Оно быстро пройдет. И это же наслаждение может человека просто уничтожить. Можно радоваться с Господом. Послание к Римлянам написано. Через рассматривание творений Божих. Аминь. Мы можем радоваться тому, как Бог прекрасно сотворил море, океаны. Радоваться природой. И это радость с Господом. Но что на самом деле Бог хочет от нас? И сегодня моя основная мысль. Желание Бога, чтобы мы научились радоваться. Не даже с Ним, а в Нем. Скажи на это Аминь. Радость в Господе, сила моя. Есть такая песня. Радость в Господе, сила моя. Сегодня мы пели один хороший такой псалом, где написано, что любовь Божия излилась в наши сердца. Знаете, Бог излил, Бог это сделал. Бог налил мое сердце чем? Самым драгоценным. Ничьей-то любовью. Он наполнил мое сердце своей любовью. А я наполнил сердцем и со своей радостью. И своим совершенным миром. И облег меня в одежде своей праведности. Это не моя праведность, правда? Наша праведность по вере. Какая прекрасная тема, правда? И, вы знаете, я могу точно сказать, что это отличие живой церкви от мёртвой религиозной церкви. Чем отличается религиозная церковь? Там нет радости. Можешь сказать на это аминь? Я был в таких церквях, к сожалению. И это не в осуждении. Дай Бог, чтобы Господь докричался, достучался и до них также. Потому что они теряют вообще суть жизни. Чем призвана отличаться живая церковь? В живой церкви радость. Можешь сказать на это аминь? В живой церкви праздник. Мы на брачном столе уже сидим. Иисус Христос нас уже посадил. Мы посажены, написано, во Христе Иисусе. Мы стоим в Иисус Христос. Даже не просто на брачном перу. Мы даже на траписата. Слово Божие говорит, мы посажены с Ним на небесах. Божието Слово казва, че стоим до Него в небесах. Аллилуйя. Последнее место я сегодня открою. Последнее место. Послание к римлянам. Послание к римлянам. Пятая глава. Пятая глава. С пятого стиха. Вот пятый стих. И да, именно этот стих я хочу прочитать. И точно тот же стих из комду прочитал. Апостол Павел пишет. Апостол Павел пишет. А надежды не посажает. То есть нам не стыдно. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданной кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся с жизнью Его. Давайте мы это запомним. Мы спасаемся с жизнью Его. Скажи, я спасаюсь с жизнью Его. И недовольность Его, ну и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Аллилуйя. И вы знаете, вот сегодня, давайте мы запомним одну очень важную мысль. Очень важно, в ком мы находим утешение. От Дух Святой для чего нам дан? Он дан нам как Дух Утешитель. Что такое Дух Утешитель? Он нас утешает, правда? Он нас поддерживает. Той не успокоява, Той не подкрепя. Бог во Христе Иисусе не обещал нам, что мы не будем мучиться и не будем страдать. И Бог, Иисус Христос, не обещал, что не надо се измучивать и не надо страдать. Но что Господь нам обещал? Бачо какво не казал Господь? Он обещал нам, что Он будет с нами. Той не обещал, что Той ще с нас. И что Он нам даст самый колоссальный ресурс. И что ще не даде най-големий ресурс. Невероятный ресурс. Невероятен ресурс. Это постоянно черпать из Его любви. Това и постоянно да черпим от Неговата любовь. Если кто-то нас поранил. Человек без ресурса быстро выходит из себя, раздражается. Но у нас есть Дух Святой. Мы помолились. Тут же получили исцеление. Наших ран. Благословили человека, который нас поранил. И мы идем дальше, правда? Написано так, что если Богу угодны пути человека. То что? То Он примеряет даже врагов с Ним. То есть представляете, вот этот резервуар. Этот ресурс. Океан Божьей любви. Он мне помогает любить даже того, кто меня ненавидит. Аминь или не аминь? Сам я этого не могу делать. Благословлять тех, кто меня проклинает. Так написано. Планинская проповедь. Молиться за тех, кто меня обижает или всячески гонит за имя Иисуса Христа. Благотворить. Дарить подарки. Как написано. Приобретать себе друзей богатством неправедным. Да придобиваме приятели чрез богатство неправедное. Мы свое богатство с этой земли не унесем. Не и няма как да вземе богатството от тази земля. Лучше запускать это богатство, чтобы приобретать души. И за това по-бред да го пускаме това богатство, за да придобиваме души. Пусть много средств в нашей церкви уходят на евангелизацию. На то, чтобы приобретать драгоценные души. И за това да придобиваме скупоценные души. Но о чем я сегодня? Обаче за какво говорим днес? Наслаждаться это хорошо. Да се наслаждаваме хубаво. Но вот с кем? Обаче с кого? Основная тема. Основна тема. Что мы сегодня поняли? Хорошо ли наслаждаться? Хубаво ли е да се наслаждаваме? Знаете, есть такая книга? Има такова книга. Пхагават Гита. Пхагават Гита. Источник вечного наслаждения. Источник на вечното наслаждение. Не буду размышлять на эту книгу. Эту книгу я читал. Я съм чел тази книгу. Когда-то давно, еще до уверования. Отдавно преди да повервам. Но я скажу, она не соответствует истине. Обаче искам да кажа, что читание соответствует на истине. Я сегодня скажу правильное. И днес ще кажа правильное. Момент тонкий. Источником вечного наслаждения. Является только наш Господь. Иисус Христос. Иисус Христос. Потому что есть только одно имя, Которым нам надлежит спастись. Скажи аминь. Есть только один посредник между Богом и человеками. Человек с большой буквы. Сам Господь Бог Иисус Христос. И вы знаете, в единственном случае Бог стал человеком. И пришел на эту землю. Это не моя мысль. Для того, чтобы люди через Него Стали частью Бога. И этим человеком является только Иисус Христос. И този человек являлся само Иисус Христос. Ни Будда. Ни Харакришна. Ни Мухаммед. Всички тези хора започинали. И мы даже не знаем, где они сейчас. Где их души находятся. Иисус Христос тоже умер. Но что Он потом сделал? Но Он и воскрес. И был вознесен при более чем 500 свидетелях. Мы в это верим? Вяром или в това? Я верю. Иначе моя вера, она тщетна. Аз вяром, защото иначе вярата ми ще е праздна. И спроси си сегодня у себя. И не се питайте. Только очень честно. Много честно. В чем и в ком? В какво и в кого? Я нахожу свое утешение. Аз намирам моето успокоение. Это очень важен вопрос. Това е много важен вопрос. Когда наваливается депресия. Когато идва депресия. Она ко всем приходит. Тя идва при всички. Когда приходят серьезные испытания. Когато идват серьезные испытания. Трудности. В чем ты? И в ком ты находишь утешение? И вы знаете, в чем суть жизни христианина? Чтобы всегда и во всем. Во всех ситуациях в жизни. Во всички жизненные ситуации. Находить утешение. Да намирам мое успокоение. В ком? В кубе. В Господе Иисус Христе. В Господе Иисус Христос. Вы знаете, я это переживал много раз. Я сам го переживал много путей. Когда мне плохо. Я начинаю молиться. Я начинаю призывать Дух Святой. Потому что я хорошо знаю, что это Его функция. Сущность Духа Святого. Сущность на Святой Дух. Что прийти в мое сердце. И дать мне наслаждение. И да мне даде наслаждение. Дать мне утешение. Да мне даде успокоение. Да мне радость. И дать мне Его любовь. И да мне даде своя любовь. Скажи на это Аминь. С праздником Вас Возлюблены. С праздником Святого Духа. С праздником Святого Духа. И я хочу сказать, когда праздник приходит. И кога идва праздника. Когда праздник приходит для Бога. Кога идва праздника за Господь. Бог написано очень сильно радуется. Пише, че Господь много се радва. Небеса радуются. И небесата се радуются. Даже об одном кающемся грешнике. Даже само за един кающийся човек. Праздник приходит. Праздника идва. Когда Дух Святой может войти в твое сердце. Написано, что Дух Святой пролился на всякую плоть. И пишет, что Святой Дух се излива вверху всякой плоти. Так написано. Так а пишет. Сила пролилась на всякую плоть. Сила се излива вверху всякой плоти. Но вы знаете, мы сегодня видим другой феномен. Мы видим, что как будто бы этого нет. Где Святой Дух? В ком он? Все несчастные. Все в проблемах. Я хочу сказать, что Дух Святой только там, кто открыт для Духа Святого. Иисус и сегодня ходит и стучит в каждое сердце. Но не все Ему открывают. Правда? Я хочу сказать о том, что Иисус Христос говорит. Широки врата, ведущие в погибель, които водят към смърт. И многие идут этим путем. И узки врата, которые ведут куда? И са тесни пытищата, които водят къде? Вечно спасение. На небеса. Иисус Христос говорит, и лишь немногие находят Его. Иисус Христос казва, че не много хора Го намират. Как это печально, правда? Колко е тъжно, нали? И я хочу сказать, кто находит-то путь? Обаче, кой намирал този път? Кто открыл свое сердце, свою жизнь? Който отваря своето сърце и свой живот на Святия Дух. Кто доверил са Ему? Който Му се доверява? И кто начал водиться? И който започва да се води? Кем? От кого? Святым Духом. От Святия Дух. Все водимые, Духом Святым, суть Сыны Божии. И всички, които се водят от Святия Дух, са Божии сынове. Давайте мы склоним наши сердца. Нека преклоним сердцата си. Откроем наши сердца перед Исусом. Отворим наши сердца пред Исус. Пусть Он сегодня войдет в каждое сердце. И нека днес влезе в всякое сердце. Потому что Он очень этого хочет. Защото Той много го иска. Для Исус Христа это большой праздник. И за Исус Христос това е голям праздник. Когда кто-то еще. Открыл свое сердце перед Ним. Давайте мы еще раз произнесем эту молитву. Потому что мы даже не осознаем. Некоторые грехи. Мы даже не понимаем, что мы согрешили. Господи, прости нас, пожалуйста. За все наши прошлые. За все наши минали. Настоящие. Будущие грехи. Которые мы осознали. Которые мы сейчас осознаем. И которых мы не можем осознать. И которых мы не можем да осознаем. Потому что мы человеки. Защото не сме хора. Мы ограничены. Но мы знаем. Что кровь Исус Христа. Когда мы исповедуем грехи наши. Когато исповедуем наши грехи. Осознанные и неосознанные. Ана очищает нас. Тя не причиства. Написано от всякого греха. И пишет от всякий грех. А те грехов, которые мы можем осознать. Те грехов, которые мы не можем осознать. Те грехи, которые не можем. И делает нас праведными. И не прави праведни. И так написано. Независимо от наших дел. Независимо от наших дел, мы становимся праведными во Христе Иисусе. И ты смотришь теперь не на нас, а ты смотришь на Своего Единородного Сына, Который есть Святой Господь, и Который нас принял в Свою славу, Который принял в Свою радость, и Который принял в Своё наслаждение. Спасибо тебе, дорогой Господь. Мы молились во имя Отца и Сына, и Святого Духа, и народ Божий скажет, Аминь. Будьте благословены, друзья. Держимся нашего Господа и уповаем на Дух Святой. И давайте мы будем во всём искать, только утешение от Духа Святого. Учешаться в Нём. И да се успокояваме в Него. Потому что только это действительно даёт нам невременное греховное наслаждение, а вечное невероятное наслаждение. А вечно и истинское наслаждение. В Господе Боге нашим. В наше Господ. Чьё сердце больше? Человеческое или Божье? Чья радость больше? Человеческая радость или Божья радость? Чьё счастье больше? Человеческое счастье? Чьё счастье е по-голямо? Человеческое счастье? Или Божье счастье? Вот Бог, Он так возжелал, Он открыт для нас. Сегодня завеста в храме разорвана, и мы имеем с дерзновением входить во святая святых, к Богу Отцу, Бог, Его душа открыта для нас, давайте мы будем так же открыты для Него. Сегодня у нас свидетельство, брат Иордан хотел поделиться, Людмила.